С начала года в Кустанайской области полицейскими выписано штрафов более чем на 350 миллионов тенге. Однако на сегодня сражен порядка удалось взыскать только 214. Оставшиеся 136 миллионов до сих пор остаются неоплаченными. Еще на 36 миллионов нарушили правила дорожного движения жители других государств. С иностранцев удалось взыскать и того меньше – всего 3 миллиона. Изменить ситуацию должны переносные терминалы. Местная полицейская служба области будет оснащена 50 посттерминалами. И введение посттерминалов исключит капционную составляющую в связи с тем, что оплата будет проводиться через безналичный расчет. Штраф можно будет оплатить на месте при помощи банковской карты. Своевременная оплата за нарушения, напоминает полицейский, дает водителям право на 50% скидку от суммы штрафа. Правонарушителям представится возможность на месте оплатить штраф. И не надо будет им ходить в банки, выставить очередь и квитанцию приносить в органы внутренних дел, чтобы снять его с базы данных. После оплаты штрафа на месте посттерминал автоматически распечатывает два чека. Один для водителя, другой остается у полицейских. В закупе терминалов полицейским помог один из финансовых институтов. Проект некоммерческий, а скорее социальный. Представители банка отметили, что создан он для удобства прежде всего населения. «Стоимость одного терминала, она для банка, ну, разная в зависимости от типа. На сегодняшний день она стоит порядка 100 тысяч тенге. Но мы даем посттерминалы в пользование ДВД на безвозмездной основе. То есть мы их не продаем, мы их не дарим, мы даем их для пользования. Если они будут меняться или терять свою актуальность, или выходить новые модели, мы их будем заменять». Безналичная уплата штрафов за нарушение ПДД через мобильные посттерминалы будет доступна с 14 июля. В течение года проект будет работать в пилотном режиме. По истечению этого срока руководство банка отметило, что в финансовом институте не исключают дополнительный закуп посттерминалов. Я Ракмичин и Андрей Деменок, РТН